Привет! В этом видео я покажу как использовать некоторые узлы, которые мы добавили в Substance Designer 1020.2. Давайте приступим! Мы добавили два новых узла в библиотеку, которые называются Cross-Section и Threshold. Узел Cross-Section рисует вид в профиль карты высот, как будто выдавленная форма разделена пополам, и вы на нее смотрите сбоку. Узел Threshold дает возможность быстро сконвертировать мягкое изображение в жесткую контрастную маску, вроде узла histogram scan, но проще, быстрее и немного точнее. Давайте посмотрим на то, что можно сделать с помощью узла Cross-Section. Если мы подключим карту высот, то мы увидим черно-белый вид сбоку. Это одномерный разрез карты высот, который перенесен обратно в два измерения. Это не суперинтересно делать на шуме. Если вы поиграетесь со слайдером координат, вы сможете анимировать такую форму. Можем поставить тип отрисовки на линию, и у нас получится что-то вроде осциллографа. В режиме линии вы также можете выбирать ее гладкость, используя слайдер количества сегментов. И вы можете управлять толщиной линий, а также их гладкостью. Другие опции позволяют выбирать разные типы линий, которые идут от черного к белому на протяжении длины линии. Узел кросс-секшн становится интересным, когда вы его объединяете с новым узлом кривых. С помощью кривых вы можете рисовать профиль карты высот, трансформируя входящие градиенты. Но если вы используете новую опцию вывода кривой, то профиль будет возвращаться как примененный градиент. И это довольно удобно. Например, если вам хочется сделать форму листа и получить гладкую версию с градиентом, вы это теперь можете сделать с помощью узла кросс-секшн. Вы рисуете лист, используя кривую, подключаете узел кросс-секшн и ставите режим отрисовки градиент. Нажимаем опцию инвертирования и получаем гладкий переход. Вы это можете сочетать с трансформациями, чтобы подвинуть наверх и сделать отзеркаливание. И вы это можете умножить на оригинальную кривую. И у вас выходит то, что сложно получить с помощью других методов. Альтернативой является использование векторной графики или изображений, но тогда вы теряете процедурный контроль. Другое применение – это создание форм вроде мандалы. Вы рисуете две разные секции с помощью кривых, смешиваете их, пропускаете через узел кросс-секшн и узел шейп-маппер позволяет интерполировать между разными формами. И делает это бесшовным образом, что невозможно иными способами. Помимо плавных форм, которые выдают узел кросс-секшн, у вас может быть нужда в создании жестких масок. Обычно вы используете узел сканирования гистограммы. Но более быстрая альтернатива – это новый узел трэш-холд. Он берет входное изображение. И делает любой пиксель выше порогового значения полностью белым. Здесь имеется единственный ползунок. И тем самым требуется гораздо меньше кликов. Также мы улучшили опции размеров. Узла Tile-генератор, а также узла Tile-сэмплер. Эти два узла являются необходимыми при создании искусственных узоров, но их немного сложно использовать. Когда вы устанавливаете размеры и пропорции отдельных элементов, вам нужно учитывать количество по оси X и Y. Если вы поставите разные значения по разным осям, вы получите искаженные элементы. И вам потребуется некоторая математика, чтобы круги стали снова круглыми. Помимо этого Tile-генератор использует другие методы размеров, в отличие от Tile-сэмплера. Вы устанавливаете промежутки между элементами. Вместо самого размера элемента. Это все было улучшено. Был добавлен режим размера. Он позволяет выбирать разные методы вычисления размеров для отдельных элементов. Например, режим пропорции всегда сохраняет пропорции, независимо от количества элементов по осям X и Y. Абсолютный режим сохраняет абсолютные размеры. Это означает, что вам не нужно масштабировать элементы, если вы добавляете их в большем количестве. Узел Tile-генератор теперь тоже позволяет ставить размер более очевидным способом, без использования этого промежутка. Так же, как вы делаете в узле Tile-сэмплер. Все эти новые режимы доступны как в узле Tile-генератор, так и в узле Tile-сэмплер. В заключении у нас имеется парочка маленьких обновлений. Мы добавили узел получения размера. Он возвращает разрешение текстуры, как значение. И ваш любимый узел с предыдущего релиза, PBR-рендер, был улучшен, чтобы использовать стандартные входные значения Substance. И теперь все смотрится приемлемо, даже без подключенной карты окружения. И в заключении мы немного поменяли узел Color Match. Теперь вы также можете здесь использовать маску. Надеюсь, это полезно. И буду рад увидеть, что у вас получится с этими новыми узлами. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...